В Италии расследуют убийства на религиозной почве, совершенные в водах Средиземного моря. Полиция арестовала 15 мигрантов-мусульман, которые, по версии следствия, выбросили за борт судна, перевозившего нелегалов в Европу, 12 христианских беженцев. Предположительно, они утонули. Всего в надувной лодке находились более 100 человек, выходцы из разных стран Африки. Обвиняемые уроженцы Гвинеи, Мали, Кот-де-Вуара и Сенегала, в то время как их жертвы граждане Ганы и Нигерии. По словам очевидцев, трагедия произошла из-за ссоры на судне. После инцидента мигранты из мусульманских стран стали угрожать смертью и остальным пассажирам. Власти Италии, между тем, продолжают призывать Евросоюз помочь в борьбе с нелегальной миграцией. Только в этом году на побережье страны высадились около 20 тысяч беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Сотням и тысячам мигрантов, впрочем, не удается достичь берега, они погибают в море. В Испании прошли обыски в доме и офисе эксглавы МВФ и бывшего министра экономики страны Родриго Рату. Известного политика и финансиста подозревают в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Накануне он покинул свой дом в Мадриде в сопровождении сотрудников испанской налоговой службы, но через 7 часов после задержания был отпущен на свободу. В отношении Рату проводится расследование по еще одному делу, где его также обвиняют в махинациях. Речь идет о периоде, когда он возглавлял банк Банке, впоследствии обанкротившийся. Сам Родриго Рату все обвинения в свой адрес отрицает. Греции сказали нет. Международный валютный фонд отказал Афинам в отсрочке по выплате долга. 9 апреля власти балканской страны перечислили МВФ 450 миллионов евро, а следующий транш в 195 миллионов должен быть выплачен 1 мая. При этом греческому правительству необходимо найти и средства на выплату зарплат госслужащим. Экономисты предупреждали, Афины могут объявить дефолт по госдолгу, если не договорятся с кредиторами. Кульминация драмы «Греция в Евросоюзе» в материале моей коллеги Нины Шамуге. Греция все ближе к дефолту. МВФ отказался сдвинуть сроки выплат по долгам. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард сообщила, что Афины в этом месяце неформально попросили обосрочки. В ответ грекам публично и популярно объяснили политику фонда. «Мы советуем Афинам провести кропотливую техническую работу по подготовке заслуживающего доверия плана реформ, вместо того, чтобы надеяться на широкую политическую сделку, в результате которой кредиторы могли бы разморозить оставшиеся займы в размере 7 миллиардов 200 миллионов евро. Совет директоров МВФ в течение 30 лет не принимал решения об отсрочке платежей. Мы бы не рекомендовали прибегать к таким шагам в создавшейся ситуации. Отсрочкой платежей экономического роста не добиться». Кредиторы сомневаются в возможности Греции выполнять обязательства. Только в 2015 году страна должна выплатить более 9 миллиардов евро. Но госбюджет иссякает и без предоставления ЕС очередной порции финансовой помощи Афины не смогут одновременно и с долгами рассчитываться, и пенсии выплачивать. Перед правительством Элладов стал шекспировский вопрос – быть или не быть дефолту. «Мы готовы пойти на уступки в переговорах с кредиторами, однако не собираемся постоянно идти на такие компромиссы, которые скомпрометируют правительство страны в глазах избирателей. Не для того мы были избраны. Я не подпишу перечень целевых показателей, если правительству Греции известно, что они невыполнимы или могут навредить экономике страны». Недавно избранное греческое правительство ведет двойную игру. Международных кредиторов продолжают уговаривать Афин помощи, а собственный народ продолжает убеждать в радикальном настрое к политике затягивания поясов. Если 24 апреля на встрече министров финансов ЕС Янису Варуфакису не удастся убедить коллег в том, что Греция будет следовать крайне жесткому плану по реформированию экономики, то уже в мае самого понятия греческой экономики может не быть. Исяклое терпение главного кредитора Афин. В Берлине исключили возможность сделки с Грецией на следующей неделе. «Никто не представляет, как мы можем прийти к соглашению по еще более амбициозной программе. Вы не можете бросить сотни миллиардов в бутылку без дна. Ставки сделаны, ставок больше нет. Букмекерская компания Уильям Хилл больше не принимает ставки на возможный выход Эллады из еврозоны. Нельзя также поставить и на то, какая страна первой покинет валютный блок. Более того, конторы исключили даже ставку на выход Греции в этом году, объясняя это слишком высокой вероятностью подобного развития событий. Если букмекеры прекращают принимать ставки, значит игра сделана и ее исход уже очевиден. И именно это, похоже, происходит в отношении Греции. Вы смотрите новости на РТВА. Сибирь продолжает гореть. Площадь лесных пожаров за сутки увеличилась примерно на 11 тысяч гектаров. Большинство очагов находится в Забалькальском крае, а также в Хакасии, Бурятии и ТВЕ, Иркутской области и Красноярском крае. Основными причинами возгораний, по версии лесного департамента, стали неосторожное обращение с огнем местного населения и сельскохозяйственные полы. А вот полпредпрезидента России в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин предположил, что масштабные лесные пожары следствие диверсии. В регионе может действовать группа оппозиционеров-поджигателей. В преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Крымском Севастополе появилось несколько билбордов с портретом Иосифа Сталина. На рекламных счетах фотография вождя народа в военной форме, а не в привычном кителе. А также поздравления фронтовиков с Днем Победы. Инициатива сталинского поздравления принадлежит местным коммунистам. Правда, в обществе их идея вызвала неоднозначную реакцию среди тех, кто выступает против крымские татары. В 40-е годы прошлого века они были депортированы с полуострова именно по указу Иосифа Виссарионовича. Сталин был главнокомандующим. Он участвовал непосредственно в разработке и подготовке этих операций. Я считаю, это очень правильно, чтобы не забывали наши люди, бывшие поколения и будущие поколения, кто победил в этой войне, по чьим руководствам. Моё отношение к бигбордам с изображением Сталина, можно сказать, отрицательно, потому что я считаю, что на таких бигбордах должны быть плакаты наших ветеранов, наших героев, которые действительно должны для нашего будущего поколения что-то означать. Я считаю, что на бигбордах должны быть изображены участники и ветераны Великой Отечественной войны. Итак, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. О развитии событий в нашем следующем выпуске я не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok